Здравствуйте, уважаемые Десногорцы! Ближайшие 10 минут об основных событиях четверга и прошедшего праздника. С вами Любовь Мишакова. Смотрите в выпуске. Престольный праздник Десногорцев. Вандалы уродуют город. Итоги интернет-викторины. Авария в районе заправок. Детский шахматный турнир. А теперь об этих и других событиях подробнее. Накануне празднования Дня народного единства в городском центре «Досуга» состоялся праздничный концерт «Славься, Русь, отчизна моя». Десногорцев с праздником поздравил глава администрации Вячеслав Сидунков и творческие коллективы ГЦД. Сегодня десногорцы 26-й раз отмечают престольный праздник иконы Божьей Матери всех скорбящих радости. 19 декабря 1989 года в бывшей военной казарме настоятель храма Пантелеймон совершил первое богослужение. Для десногорских прихожан это событие считается очень значимым и почитается первым после воскресения Христова. В центре Десногорска стоит величественный храм. Он один из самых крупных на Смоленщине. Построен и освящен храм в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости. Икона знаменита тем, что способны исцелять больных. Первое такое чудо она сотворила 6 ноября 1688 года в Московском храме Преображения Господня. Русской Православной Церковью именно этот день определен для празднования памяти этой иконы. И через освящение храма в честь какого-либо праздника или святого, мы надеемся, что благодать Божия и молитвенное участие этого святого будет особым образом проявляться в жизни людей, которые ходят в этот храм и вообще живут в этом городе рядом с этим приходом. Десногорский это событие считается одним из основных престольных праздников. И отмечается ежегодно 5 и 6 ноября. Особенно торжественные программы наравне с Пасхой. В настоящее время в храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радости заканчивается праздничное всеночное обдение. В 18.30 вы еще успеете в ДК Нейтрино на концерт народного артиста России Михаила Степника. 6 ноября в храме с 8 часов утра водосвятный молебен, затем литургия и крестный ход. 2 ноября стартовал областной конкурс «Будущее Смоленщины». Он проводится среди молодежных и детских общественных объединений, созданных на территории области, а также граждан в возрасте от 14 до 30 лет. Участников оценят за достижения в сфере культуры и искусства, бизнеса и управления, журналистики, общественной деятельности, гражданско-патриотического воспитания, добровольчества и спорта. Подать заявку можно до 10 декабря. Подробности по телефону в Смоленске 29 12 83. В Десногорске участились случаи вандализма. Подробности в нашем следующем сюжете. Наш город самый молодой в Смоленской области. Он удивляет приезжих своей красотой современных построек, чистотой и благоустроенностью дворов. Эта красота была не всегда. Давайте посмотрим, что было несколько лет тому назад. За последние годы город Расцвел преобразился. Очень красиво стало у нас. Только приехала из Смоленска. Если сравнить, это небо и земля. А между тем, в нашем городе в последнее время участились случаи вандализма. Неизвестными были приведены в негодность фонари в парке. Весной наш парк, который является любимым местом отдыха горожан и лицом Атомграда, был украшен цветами. Все освещение налажено, красивые круглые фонари заменены. Полюбуйтесь, что теперь они изуродованы. Также от вандалов пострадала и сцена, на которой проходят городские праздники. Только в декабре около дворца бракосочетаний был установлен памятник символ семьи, любви и верности Петра Феврония. Не прошло и года вандалы изуродовали его. Страдают стены домов, подъезды, лифтовые кабины и даже детские площадки. Все это происходит как в центре города, так и в микрорайонах, практически на глазах у десногорцев. Если вы стали свидетелем вандального акта, просьба проявить гражданскую сознательность и обратиться в органы полиции или в администрацию. До тех пор, пока мы проходим мимо и остаемся равнодушными, вандализм в нашем городе будет процветать. По информации Центра занятости населения, уровень безработицы в Десногорске на 31 октября составляет 0,75%. И продолжают поступать сведения о сокращениях. На учете состоит более 180 человек, 107 получают пособия. Центральная библиотека Десногорска стала победителем областного конкурса «Современный ландшафтный дизайн библиотечных территорий». Этот конкурс был объявлен еще в начале текущего года Смоленской областной универсальной библиотекой имени Твардовского. А 29 октября подвели итоги. Мы очень рады, что работа коллектива Центральной библиотеки Десногорска была признана лучшей и удостойна диплома победителя. Поздравляем! Хорошие новости из детской библиотеки нашего города. Подведены итоги интернет-викторины «Грамотное поколение». Юные читатели отправляли свои ответы на сайт библиотеки до конца октября. Традиционная интернет-викторина проводилась совместно с библиотечной сетью города Чаусы Могилевской области Республики Беларусь. В ней приняли участие 92 читателя. Победителями викторины стали ребята, которые наиболее полно и правильно ответили на все вопросы. Первое место заняли 6 читателей из Чаусы, 4 наших десногорских школьника. Второе место также 6 читателей из Чаусы и трое десногорцев. Третье место заняли ребята, читатели библиотечной системы Чаусы, 3 человека и 2 десногорцев. Все победители нашей викторины получат от библиотеки памятные призы и дипломы. Читателям в город Чаусы мы передадим подарки, а десногорским школьникам мы вручим также дипломы, грамоты. Сертификаты на получение платных услуг, оказываемых библиотекой, бесплатно. От души поздравляем юных читателей с победой. Приглашаем и в дальнейшем участвовать в других библиотечных конкурсах. Как сообщает пресс-служба Атомэнергосбыта, в ходе совместных рейдов энергетиков и судебных приставов наложено 13 арестов на имущество. Только за последние два месяца они посетили 320 граждан, общая сумма задолженности которых составила более 896 тысяч рублей. По итогам совместных рейдов, 72 должникам вручены уведомления об ограничении режима потребления электрической энергии. В отношении 27 неплательщиков документы для взыскания неоплаченной суммы направлены по месту работы. До конца 2015 года специалисты планируют провести еще 36 рейдов и посетить 380 неплательщиков. Во вторник вечером в районе заправок столкнулись две иномарки. Транспортные средства пострадали существенно. Погибших и травмированных нет. Дорогие автолюбители, соблюдайте правила дорожного движения и будьте взаимно вежливы на дороге. Традиционный шахматный турнир, посвященный памяти детского тренера Виктора Плескачевского, состоялся 4 ноября во Дворце молодежи. В турнире приняли участие шахматисты из Москвы, Калуги, Брянска, Смоленска, Рославля, Десногорска, Вязьмы, Демидова, Сафонова. Хочу вам всем пожелать, не пропускайте мат в один год, не зимайте фигуру, особенно ферзей, не роняйте флажок. И желаю вам истомерных комбинаций на шахматной доске в стиле Виталия, Абабланки и Виктор Плескачевского. Турнир оказался и правда очень интересным. Играли дети и взрослые. Десногорцы показали хорошие результаты. У мужчин сразу два призера. Сергей Грищенко, международный мастер, и Владимир Переходкин, кандидат в мастера спорта. Первое и третье места соответственно. У юных шахматистов на третьем месте Елизавета Волкович. Даша Михеева стала лучшей в своей возрастной группе. Мне родители подсказывали, что надо быть умным, не зевать маты в один ход, быть быстрой, много тренироваться, играть отлично. Кроме того, организаторы турнира учредили три дополнительных номинации. Они также достались десногорцам. Лучший среди ветеранов – Петр Половец. Лучший из десногорских – Сергей Громов. Лучшая среди женщин – Ольга Лосенкова. От всей души поздравляем. И еще о событиях спорта. Приглашаем десногорцев принять участие в веломарафоне, организованном Смоленской АЭС. Веломарафон состоится 7 ноября по маршруту «Спортивная школа. Святой источник». Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин